Дэйл Робертсон Джейк Кэрол Нэйш, Джон Литтл, Айрон Айс Коуди, Дуглас Кеннеди, Билл Хоппер и другие. Автор сценария – Джек Дэвид и Сидни Соулкоу. Автор сценария – Джек Дэвид и Сидни Соулкоу. Сидящий бык. Режиссер Сидни Соулкоу. Это черные холмы Дакоты. Индейцы Сиу так назвали эту землю. На их языке Дакота значит «дружественная». У Сиу семь племен воинов. И я молился, чтобы Дакота с ее холмами оказалась не по зубам белому человеку. Но белый человек все же пришел. С грустью я наблюдал за его пришествием на эту землю. Сейчас их немного. Но еще многие придут сюда в поисках сокровищ и золота. Я сидящий бык, вождь племен Сиу. Мои люди живут в самых отдаленных уголках этой земли. Это Безумный Конь, мой военачальник. А это часть моего народа. Безумный Конь, они не послали вперед разведчиков. Пришли на нашу землю, будто это их территории. Они как сход, тупые, толстые и недлительные. Но в повозках есть еда. Нам она нужна больше, чем им. За мной! КОНЕЦ Стой! Иди вперед и проверь, что за стрельба. Да, сэр. Выдвигаемся. Вперед! Нет, пусть уходят. Мы убьем их, если понадобится. Заберите то, что нужно нашим женщинам и детям. Сохраним себя для настоящих войн. Они еще не знают, на что мы способны. Когда олень бежит, разве вол прячется? Он ест, когда голоден. Но он бережет силы для схватки. Что случилось? Сиу напали на повозки. Минуту назад. Крадут все, что могут. Чего мы ждем? Вы предводители этих людей? Мы старатели. Что делаете на индейской территории? Это не ваши заботы. Вам сказали ехать на восток и на юг. Мы свернули не туда. Так вы будете преследовать индейцев? Мне просто нужна еда, майор. Это Сиу. Ладно. Следуйте за нами до форта. Вы позволите им уйти? Да. Но я тебе еще покажу, солдат. Советую держать рот на замке, если жизнь дорога. В конец колонны. Живо. И пусть до самого форта не высовываются. Понятно? Вперед! Вперед! Отряд! Стой! Я пойду к генералу. Давай. Привет, Кэти. Что такое, Боб? Опять неприятности? У меня? С чего ты взяла? Сколько человек вы потеряли? Только двоих ранеными. Но мы потеряли все продовольствие. Майор Периш, сэр. Поговорим позже, Оконнер. Вы вот с ним поговорите. Ну, майор? Они забрели на территорию Сиу. Нам не разрешается заходить на территорию индейцев. Майор, иногда вы должны уметь проявить инициативу. Майор, иногда я даю вам конкретные приказы. Но иногда нужно действовать по обстановке. Я и действовал по обстановке. Из-за этих старателей мы все могли попасть в засаду. Подготовьте мне полный отчет, майор. Они здесь лишь провизию покупают, а потом лгут нам, куда именно направляются. Идут на индейские территории и хотят стрелять в каждого индейца, которого увидят. Договора для них ничего не значит. Просто слова на бумаге. Если все, что вы говорите, правда, это вне наших обязанностей. Мы подчиняемся приказам. Похоже, приказы для вас какая-то преграда, майор. Но когда я впервые встретил вас, вы были полковником. Вижу, вас разжаловали. Вижу, мы идем в ногу, полковник Кастер. Вы, помнится, были генералом. Господа, хватит. Полковник Кастер предложил для вас задание. Отправитесь туда, где Сиу вас вряд ли побеспокоит. В Ред Рок. В Ред Рок. На один год. Отказ будет равнозначен уходу в отставку. Выезжайте завтра, майор. Будете служить на индейских территориях. Вопросы есть? Нет, сэр. Спасибо, сэр. Это пойдет ему на пользу. Не уверен, сэр. Простите, полковник. Я хочу поговорить с Кэти. Поговорите, сэр. Не завидую вам. Если майор станет вашим зятем. Я слышала. Слышала, что ты сказал полковнику. Что ж, я опять тебя подвел. Ты не меня подвел, Боб, а себя. Понимаю, Ред Рок не совсем то, что я планировал. Медового месяца не будет, Боб. Помолвки конец. Хорошо. Я тоже не люблю долгие помолвки. Когда поженимся? Мы не поженимся. Я все решила. Все кончено. Кэти, ты просто расстроена? Я не расстроена. Мне нужна не только любовь. Человек, за которого я выйду замуж, должен ставить наше будущее, наше счастье превыше всего. Мне просто нужен шанс. Шанс? У тебя их было тысячи. Ты бы уже мог полком командовать. Так в чем дело? В отсутствии инициативы? Да? Может, в мои планы не входят эти синие мундиры, которые только и делают, что убивают индейцев. Ты стал одержим этими индейцами. Пусть Вашингтон с ними разберется. Или уходи из армии. Уйти? И что дальше? Не знаю. Копай канавы. Да, и я бы копала с тобой, чтобы быстрее получалось. Боб, я бы помогала тебе в чем угодно, но ты должен попытаться стать лучшим в любом деле, за какой бы ни взялся. Я должен быть лучшим? Мой муж, да. Значит, ты бы не вышла за меня, будь я простым солдатом. Вышла, если бы ты стремился стать кем-то большим. Женщина хочет гордиться своим мужем. Но с тобой я всю жизнь обречена мотаться по баракам и быстро овдавить. Вот кольцо, Боб. Если когда-нибудь подаришь его другой женщине, ставь ваше будущее превыше всего. Я думал, ты сможешь вытерпеть год в Редроке. И ты все еще будешь в армии? Да. Я все еще буду в армии. Прощай, Боб. Мне больше нечего сказать. Майор, смотрите. Принесите воды. Держи. Вот. Как тебя зовут? Где твои друзья? Мы тебе поможем. Откуда ты? Из Редрока. Редрока? Поговори с ним. Он молодой бизон, сын сидящего быка. Сидящего быка? Лучше отпустить его, майор. Держи. Иди. Что ж, едем в Редрок. Колонна, вперед. Продолжение следует... Продолжение следует... Белое облако. Молодой бизон. Белое облако. Ты болен? В чем дело? Расскажи мне. Я должен видеть отца. Многие из нас погибают в редроке, отец. Мужчины и женщины старые и молодые, даже дети. Все голодают. Почему ты молчишь? Что я могу сказать в минуту печали, сын? Надо послать туда воинов. Кровь за кровь. За каждого индейца, погибшего в редроке, 10. Нет, 10 сотен скальпов. Бешеный конь говорит, мудрый отец. Там-тамы войны молчали много лун. Лучшие бойцы разбрелись по всей земле. Я могу лишь словами подбодрить страдающих в редроке. Словами? Чем слова могут помочь погибшим людям? Эти люди никогда не брали в руки оружие. Белые солдаты приказали им переселяться южнее болот. За то, что они отказались. Их наказывают и морят голодом. А ты не хочешь войны. Я сообщу им, что мы о них помним. И поговорю с Великим Духом. Мне надо отдохнуть день, и я пойду обратно. Нет. Только не ваш сын, сидящий бык. Пошлите кого-нибудь другого. Это будет лучшим доказательством, что отец их не забыл. Я вернусь. Передай вот что. Я постараюсь помириться с бледнолицами. Если они не согласятся, то услышат наш боевой клич. Но сперва я должен посоветоваться с остальными вождями. КОНЕЦ Стой! Налево! Стой! В чем дело, майор? Кого вы заменяете, сержант? Я командирован в Ред Рок. Стой! Спешится! Черт меня подери! Полковник Париж! Майор! Майор! Вас понизили? Что у вас тут, капитан Форт или тюрьма? Это Ред Рок, сэр. Подарок Господа индейцам. А это что за чистокол? А что, отсюда запах не чувствуется? Я хочу посмотреть. Предлагаю сначала выпить. Открыть ворота. Что это такое? Согласно Уэберу, они ренегаты. Кто такой Уэбер? Он здесь главный. Индейцы отказались от резервации и захотели жить там, где жили. Необычное желание. Уэбер хочет, чтобы они оголодали. Майор Париж, вместо капитана Свойна. Я занят, майор. Подождите. Мне всего лишь нужна еда, одеяло и медикаменты. Это я могу. Вас послали без провизии? Провизия на месте, сэр. Я хочу раздать всё индейцам. Раздать индейцам? Сколько хватит? Вы здесь, чтобы служить, но не управлять фортом. Но индейцы умирают, как собаки. Они и есть собаки. Они отказались подчиняться моему приказу. Займитесь своими людьми, майор. Мы ещё успеем обсудить всё это за 12 месяцев. А как насчёт провизии? Вы свободны, майор. Продолжение следует... Продолжение следует... Я пришёл разделить с вами все тяготы, пока отец не пришлёт помощь. Здесь ты найдёшь только смерть. Завтра мы попытаемся уйти. Лучше умереть свободными в бою, чем гнить здесь. А как же солдаты? Кто-нибудь да прорвётся. Отец организует совет. Просит подождать. Мы ждали слишком долго. Мы уже готовы. Отправляйся к отцу, молодой бизон. Кто-то из вас может бежать со мной и вернуться к отцу. Мы не оставим женщин и детей. А старики совсем ослабели. Я помогу вам сделать оружие. Строй, вперёд! Продолжение следует... Я рад, что Свейн уходит. Почему? Про нём у солдат был низкий боевой дух. Надо постоянно держать своих людей в напряжении. Пусть занимаются физическими упражнениями. Военной стороной дела я займусь. Можете быть уверены. Я был военным, когда вы ещё пешком под стол ходили, майор Пэрриш. В армии, с отличной дисциплиной. В европейской армии. Я так и думал. Приказы вам будут готовы каждый день к девяти утра. Когда вы кормите индейцев? Раз в день, на закате. Есть ещё вопросы? Нет. Сержант! Да, сэр? Что это? Еда для индейцев. От этого и свинья сдохнет. Это точно. Попробуйте. Уберите это. Думаете, индейцы будут это есть? Их надо учить дисциплине. Они отказались идти в резервацию. Правительство выделяет хорошие деньги на еду и медикаменты. На что они идут? Майор, я отвечаю только за агентство, а не за армию. Попробуйте. Если это шутка, я не шучу. Попробуйте. Какого? Пробуйте. Майор, они пытаются бежать. Майор, они пытаются бежать. Что делать? За ними. Стреляйте. Отпустите их. Майор, прикажите открыть огонь. Слышите? Слышите? Слышу. Не стрелять. Не стрелять. Я приказываю открыть огонь. Я приказываю. Стреляйте. Ну же. Стреляйте. 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 Кэти? Кэти? Я подумала, что все же продержусь год в редроке. Боб, что такое? Что здесь произошло? Думаю, скоро узнаешь. Прошлой ночью, Пэрриш, я отослал телеграмму в Рейлхетт. Только что пришел ответ из Вашингтона. Вас приказано отдать под трибунал. Сержант, арестуйте его. Мисс Хауэлл, дочь генерала, сэр. Слово «трибунал» при ней следует произносить шепотом. Что здесь происходит, мистер Уэббер? Он приехал сюда и начал оскорблять меня. У меня под стражей находились опасные индейские заключенные. Он устроил для них побег и отказался преследовать. Вот что он сделал. Это после нашего разговора? Это его версия событий. А теперь послушай мою. Я не желаю ничего слушать. Мистер Уэббер, мы возвращаемся в форт. Подожди, Катинь. Сейчас же. Простите, сэр. Сидящий бык. Идем. Сидящий бык. Мой сын. Теперь мы начнем войну? Оставьте меня с моим горем. Великий дух, отец моих предков. Здесь лежит тело моего сына, убитого без причины. Прислушайся к погребальным песням женщин. К боевым кличам вождей. Дай мне совет, могущественный дух. Должны ли мы начать войну? Разве эта земля мала для всех нас? Дай мне знак, предводитель моего народа. Война или мир? Война или мир? Может быть, мир, а может, война, сэр. Смотря как мы поступим с индейцами. Вас позволяли лишь объяснить свое поведение, рядовой. Понятно? Я пытался предотвратить кровопролитие. Трибунал решил, что достаточным наказанием будет разжалование в рядовые. Почему под трибунал не одали Уэбера? Потому что бюро избавилось от Уэбера. И не кричите на меня. Простите, сэр. Я должен подписать документ о вашем увольнении. После этого можете рассказывать свою версию происшедшего кому угодно. Будучи гражданским лицом, вам не надо будет следовать военной дисциплине. Понятно? Сядьте. Вас ждала прекрасная карьера, Пэрриш. Самый молодой полковник в истории. Медаль за отвагу. Я думал, вы далеко пойдете. И что же вы? Упустили все свои шансы. Можно честно, сэр? Давайте. Проблему индейцев не решить, стреляя им в спину. Знаю. Думаете, они будут жить мирно и выращивать цветочки? Вы имеете дело с целой нацией Сиу. Тысячу лет эти люди владели землями от Оклахомы до Канады. От Миннесоты до Мексики. Десять тысяч племен. Семь наций. Это гордый народ. Теперь они будут сражаться с нами до последней капли крови. Ради одного человека. Кого? Сидящего быка. Своего лидера. Он главнее даже безумного коня и всех военных вождей. Он один управляет ими всеми. Почему? Может, он знает, что следующая война будет для его народа последней. Господин президент, привезите сидящего быка в Вашингтон. Обращайтесь с ним уважительно. Докажите ему, что наши договоры чего-то стоят. Что это не просто слова. Думаете, его удастся привезти сюда? Я могу постараться. Если только наши войска еще не перебили в Дакоте всех индейцев. Наши китайские друзья называют это чагги. А индейцы? Лекарством, сэр. Лекарством. Это откроет перед Вами все двери, капитан. Капитан? В интересах дисциплины я понижаю вас в звании. Хорошо, сэр. До этого все проблемы с индейцами были шуткой. Теперь же нас ждет кое-что иное. Что же, сэр? Золотая лихорадка. На черных холмах нашли золото. Золото? Лучше организуйте встречу с сидящим быком. Нет. 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 Хотел украсть наше золото? Что с ними делать? Дай ей лопату, пусть похоронят. А теперь пришли другие. Они хотят золота. Эти даже хуже, чем солдаты. Они привезли с собой женщин и стреляют без разбора и без приказов. Убивают даже не ради охоты, а просто так. Загрязняют воду, и они не уйдут. Прогнать их! Пока есть шанс, надо избавиться от них. Ты мудр, сидящий бык. Раскрасься боевой краской. Дай нам совет, сидящий бык. Дай же нам совет. Если направляешь стрелу на врага, стреляй. Если я нанесу боевую раскраску, значит, начнется война. Но соберите все племена. Прежде чем пустите первую стрелу, людей, охотящихся за желтыми камнями, легко остановить. Но с ними придут и солдаты. Поэтому пошлите гонцов. Пусть соберут всех воинов, даже тех народов, с которыми мы враждовали. Пусть приведут всех, кто может воевать. Пошли гонцов немедленно, бешеных камнями. Соберите большую армию. Мы должны быть уверены, что не проиграем эту битву до того, как пустим первую стрелу. Отнесите вещи в мою комнату. Да, сэр. Кэти? Не ожидала тебя увидеть здесь. Разочарована. Я теперь капитан, как видишь. Да, я слышала. Что это? Ярмарка? Шахтеры и старатели. Мой друг желтые волосы. Ну и армию он захватил. Кэти, мы можем где-нибудь поговорить? Боб, я хочу тебя кое с кем познакомить. Привет, милая. Ездить не стоило. Кучка бродяг. Майор. Майор. Простите, капитан Перриш. Это мой жених, Чарльз Вентвард. Чарльз Вентвард? Военный корреспондент? Да. Я вас много слышал. Значит, только самых лучших. Что, простите, не понял? Так, шучу. Ищите здесь войну, мистер Вентвард? В газете считают, что на Западе настоящая война. Может, удастся уберечь вас от боевых действий. Но испытания вам предстоят в любом случае. Хочу взглянуть на заключенных. Да, сэр? Он все равно проиграет. Не хотелось, чтобы он так узнал. Я хочу с ними поговорить. Да, сэр. По-английски говоришь? Нет, сэр. Я его не знаю. А сейчас ты на каком говоришь? На смешанном. Как тебя зовут? Черный раб, сбежавший из белой кухни. Это на языке силу. А на смешанном? Сэм. Слышал о сидящем быке? Мы с сидящим быком очень давние друзья. Сможешь отвезти меня к нему? А их тоже отпустят? Да. Я выведу отсюда вас всех. А я думал, мы солнца уже не увидим. Я сейчас вернусь. Трибунал разжаловал Пэриша до капитана. Этого может быть недостаточно. Пусть он хоть раз оступится, я его пополам переломаю. Сначала получите разрешение и не у меня, полковник. Конечно, сэр. Капитан Пэриш, сэр. У меня к вам важное личное донесение. Одну минуту, капитан. От самого президента. Полковник, извините. Хорошо, сэр. Надеюсь, вы будете вести себя как следует, Пэриш. Не испытывайте мое терпение. Я хочу освободить пятерых заключенных, которых только привезли, сэр. Освободить? Здесь все объяснено. У вас могущественные заступники. По-китайски это называется чак-ги. Пропуск куда угодно. Так вы попадаете прямиком под нож. Зачем вам, заключенные? Чтобы не попасть под нож. Чтобы попасть в лагерь сидящего быка. Нелегкое вы себе задание выбрали. Я выхожу с заходом солнца, сэр. Ну что ж, желаю вам удачи. Большое спасибо, сэр. Еще? Войдите. Хотел попрощаться. Заходите, Пэриш. Я как раз собирался... Постой, Чарли. Думаю, вам надо поговорить. Зря он нас оставил наедине. А что в этом такого? Мы поженимся сразу, как переедем в Бостон. Как там в песне пелось? Мэри в спешке. Никакой спешки нет. Я знаю его со школы. Спешил всегда ты. Но я потом жалела. Оставь себе кольцо. Мне оно ни к чему. Мне тоже. Как память? Память? Память о пыли, грязи и конском навозе? Хотя бы... память о человеке, который тебя когда-то любил. Меня любит Чарли. А он устраивает приемы, водит тебя в театр, да? Да. И это тоже. А вот это он тебе дать может? Да. Руки им не развяжете, капец. Чтобы они мне горло перерезали. Может, вы и правы, капитан. Мы приезжали сюда вчера. Тебя здесь привлекает что-то особое? Закат. Он здесь такой красивый. Только закат? Больше тебя ничего здесь не беспокоит? Что слышно из газет? Три дня назад написали, что освобождает меня от этого задания. Три дня назад? Почему ты ничего не сказал? Ждал, как повернутся события. А чего ты ждёшь, Чарли? Почему мы не можем просто поехать на восток? Может, от них будут ещё новости? Что может быть важнее, чем наша свадьба? Знаю. Но Перриш может вернуться со дня на день. Думаю, все ждут его. Забудь об обе Перрише. Я-то легко о нём забуду, Кэти. Забудь об обе Перрише. Скоро нас будет много. Знаете, в чём шутка, капитан? Интересно послушать. У них руки связаны, приходится с ложечки кормить. Мне жаль, что не могу развязать им руки, но хочу быть уверенным в том, что с меня не снимут скаль. Капитан нас боится. Ещё шутку, капитан. Давай. Я связал им руки кожей. Хорошо. Каждую ночь роса смачивает кожу. И они могут освобождать руки. Каждую ночь. А каждое утро я их опять связываю. Сколько ещё до стоянки сидящего быка? Мы уже пришли, капитан. Убить его. Наш чёрный брат сказал, ты принёс послание от своего вождя. Говори. Я пришёл, чтобы посоветоваться, сидящий бык. У бледнолицого много языков, и все лживые. Я пришёл от самого главного белого вождя. Убить его! Уберите этого бешеного. Хочет крови, будем драться. Это его право. Решим всё по-нашему. Решим всё по-нашему. КОНЕЦ Играет музыка Я пришел поговорить. Я выслушаю слова твоего вождя. Я хотел мира. Я ждал его. Были сражения. Но когда побеждают белые, они называют это победой. Когда побеждаем мы, мы называем это резней. Великий вождь, выслушай слова моего вождя. Говори. Отведи своих воинов за речку. У нас тоже много солдат. Они придут, чтобы отвезти тебя к моему вождю. Никто не будет стрелять. И ты пойдешь на совет к моему вождю. Я согласен навстречу. Каков твой план, сидящий бык? Мои воины не будут стрелять, но твой вождь должен прийти ко мне. И мы встретимся между двумя армиями в поле. Привезти президента сюда? Если совет не состоится, тогда армии сойдутся в бою. А вожди погибнут первыми. Это правило индейцев. Но мой вождь далеко. Я отдам ему время. Сюда приезжает много воинов. И приедут еще. Я скажу им, чтобы ждали. Я не могу обещать, что президент приедет сюда, сидящий бык. Когда луна станет полной, он должен быть здесь. Не снимай седло, Сэм. Мы едем дальше. Хотите ехать всю ночь? Да. Я устал, капитан. По-моему, лошади уже тоже устали. Ты не прав, Сэм. Лошадь будет скакать, пока не падет мертвой. Они никогда не останавливаются. Вперед. Похоже, будто весь форт куда-то переехал. Сержант! Да, сэр. Помойте и накормите лошадей. Сэм, ты тоже поешь. Я скоро приду. Это какая-то чепуха. Этого хочет сидящий бык. Я не мог его переубедить. Президент Соединенных Штатов не приедет сюда и не будет сидеть под деревом с индейцем. Он солдат. Он поймет. Можете отправить ему сообщение? Да. Но дело безнадежно. А может, спасет нас от войны. Ладно, я отправлю письмо. А вы отдохните. Спасибо, сэр. Эй, капитан! Рад, что вы вернулись. А ваша невеста, похоже, не рада. Ну что, будет объявлена война? Объявлена? Она уже идет. Чарли говорит с тобой как корреспондент. Похоже, путешествие вас вымотало. Три дня и ночи в седле для репортера проблема. Для армии обычное дело. Чарли тоже носил форму. Он был майором на прошлой войне. Майором? Ну, конечно, он даже рангом выше меня. Знаешь, при других обстоятельствах, он бы даже мог мне понравиться. Какие новости, капитан? Пока никаких. Все не так плохо. Осталось еще четверть луны. Воины готовы, сидящий бык. Могурала. 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 Раппо-Холл. Арандарк. Генг-Кон. Ша-Эн. Пупа-Пупа. Сор-Эн Ша-Эн. Ты сказал собрать как можно больше воинов. Я дал слово. Луна еще не полная. Бледнолицые не смотрят на Луну. Они уже здесь. Старатели подходят все ближе и ближе. Скажи мне выступать против них. Одна искра зажжет всю прерию. Искра, я возьму тысячи факелов. Когда придет время, я сам запалю эти факелы. Я слежу за Луной, капитан. Я был дураком, думаю, что президент покинет Вашингтон. Похоже, мы проиграли, Сэм. А может, будет весело, капитан? Да, может быть. Сэм. Нет смысла ехать на дохлой лошади. Ты был мне хорошим другом. Если хочешь возвратиться к индейцам, я тебя не держу. Я пойму. Можешь уйти прямо сейчас. Видимо, я такой же упрямый, как лошадь, капитан. Капитан, в смысле, сдаваться не хочешь? Хорошо. Хорошо. Простите, капитан. Но как же вы? Вы на нее уже махнули рукой? Он везде, куда мы не пойдем. Кэти. Что ты от меня хочешь? Чтобы ты увез меня отсюда. Ты уверена, что хочешь этого? Я знаю, о чем ты думаешь. Я хочу за тебя замуж. Но если ты не увезешь меня, я уеду одна. Мы уедем вместе. Прямо на рассвете. Я буду готова. Странный вы, капитан. Деретесь с бешеным конем? Едете один к индейцам? Ничего не боитесь. Но не решаетесь подойти к скво и сказать, пойдем в мою палатку. Привет, Париж. Хорошо, что мы встретились. Поздно вы гуляете. Хотел попрощаться. На рассвете уезжаю в Рейлхед. С Кэти. Что мне сделать? Пожелать вам удачи? Это не сложно. Удачи. Ты совершаешь ошибку. Сама же знаешь. Ты за этим пришел? Ты ведь не любишь Чарли Вентворда. Отпусти. Это ведь так. Мне что, пожаловаться отцу? Или, может, ты уйдешь? Я помешаю твоему ответу. Так и знай. У тебя не получится. Поверь мне. Сэр, вас вызывает генерал. Да, сэр. Это от него. Секретный шифр. Меняется каждую неделю. Выйдите. Подождать снаружи? Сержант. Никто не должен войти сюда. Понятно? Да, сэр. Что там? Похоже, вы победили. Одобрить план Пэрриша. Организуйте встречу с сидящим быком. Проинструктируйте полевое командование. Президент США. Что ж, за дело. Смотрите, какой у меня план. Сержант, зайдите. Всё в силе, Сэм. Скачи к сидящему быку. Сообщи ему новости. А вы, сэр? Я еду с Кастером. Ты нас найдёшь. Ещё как найду. Войдите. Привет, Боб. Не ожидал. Значит, уезжаете? Да, скажем так. Всё складывается весьма удачно. Я думал, у вас, у газетчиков, есть свой кодекс. Кодекс чести? Если ты думаешь, что я воспользовался ситуацией и увёл у тебя Кэти, то ты ошибаешься. И даже очень. Я не об этом. Не хочешь быть первым, кто сообщит стране об одной истории? Какой? Самой великой, какая только встретится тебе в жизни. Ты серьёзно? Сюда едет президент Соединённых Штатов. Грант. Чтобы вести переговоры с сидящим быком. Ах, вот оно что. Ты забыл, Перриш. Я могу послать историю телеграфам, не отменяя при этом свадьбы. Можешь. Но это секретная информация. Расскажешь кому-нибудь, и меня поставят к стенке. Делай, как считаешь нужным. О, Великий Дух, я прошу тебя дать мне силу. Боевая раскраска готова. Дай нам силу и мужество. Если будет битва, это будет наша последняя битва. Дай банк. Дай. Дай. Дай, вот. Дай. 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 Дай vast. Ваши приказы, полковник. Запечатаны? Да. Выдвигайтесь, когда будете готовы. Хорошо, сэр. Разведчики, вперёд! Отряд, вперёд! Отряд, налево! Отряд, направо! Отряд, направо! Отряд, направо! Отряд, направо! Отряд, направо! Отряд, направо! Готовьте пищу и подарки для Совета. Войны не будет. Войны не будет. Ну, Сэм, сидящий бык просил передать, что топор войны зарыт. Хорошо, но есть и другая проблема. Я проезжал мимо лагерей старателей, и их там полно. У всех оружие, и все ищут индейцев. Что это? Капитан. Кастер созывает офицеров. Капитан. Спешится! Спешится! Мистер Рино, вы проследуете Клиттлбигфорну и будете держать Мэдисон Крик. Оттуда открывается отличный вид на стоянку Сью. Да, сэр. Вам было приказано стоять здесь, сэр. Довольно, капитан. Капитан Бентин, вы следуете за майором Рино. Выдвигаемся! Я бы не стал подходить так близко. Капитан Перриш, вы читали приказ генерала Хоуэлла? Да, сэр. Так вот, я отвечаю за его исполнение. Вы много знаете об этих старателях. Приказываю вам вывести их за данную территорию. Вы отвечаете за их безопасность. Я должен быть здесь. Капитан, вы отказываетесь подчиниться? Нет, сэр. Эй, Боб! Приготовьтесь. Приехал курьер с почтой. Там письмо от Кэти. Она просила тебе передать. Хочешь прочитать? Нет. Я победил тебя в честном бою, Боб. Я чувствовал себя дураком, что оставляю её одну в форте. Но это не я оставил её, а ты. Удачи. Я тут подумал, господа. Если индейцы соберутся атаковать, то мы заняли неправильные позиции. Полковник Кастер, можно мне высказать мнение? Конечно. Капитан Пэрриш был уверен, что они не будут атаковать. Может и нет. Но мы должны подготовиться. Майор Рино будет держать Литтлбекхорн. Капитан Бентин к нему присоединится. Лес будет наковальней. Мы пройдём через холмы и перейдём реку. Над майором Рино. Мы будем молотом. Индейцы окажутся в ловушке. Если что, молот обрушится на наковальню, и тогда Бог в помощь тем, кто окажется между ними. Но Пэрриш говорит, их там тысячи. Больше, чем вы ожидали, мистер Вентверд. Капитан Пэрриш известен тем, что любит преувеличивать. Господа, следите за своими отрядами. Разведчики, вперёд! Мы выдвигаемся. Всем приготовиться! Разведчики! По коням! Вперёд! 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 Выдвигаемся! Вперед! Вперед! Собирайте палатки и следуйте за нами. И бросить добычу? Здесь много индейцев. Вам что, нужны неприятности? Мы не уйдем. Собирайтесь! Живо! Много солдат. Подошли очень близко. Большинство на лошадях. Таков план. Приедет белый вождь. Он высылает вперед охрану. Мы в безопасности. Глядите! Не как мой старый друг. Что в тех бочках? Так, разное барахло, капитан. Принесите. Погодите-ка. Ослушайтесь. Сильно пожалеете. На этот раз они подошли слишком близко. Я дал им слово. Мы ждем их вождя. Разведчики желтых волос. Держите их. Они предупредят вождя. Не дайте им уйти. Ослушай. Ослушай. Держите. Субтитры создавал DimaTorzok Идите! Начинайте свою войну! Дакота! Лейтенант! Велитесь своим людям оставаться у повозок! Остальные вперед! 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 КОНЕЦ 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 В круг. Спешется. 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 Белых было гораздо больше. Где они? Движутся вниз по реке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Полковник, мы так не выстоим. Надо держаться. Поближе к повозкам. Да, сэр. За мной. Лейтенант, уводите женщин и детей. Лейтенант. КОНЕЦ Капитан, все в порядке. Вытащи ее. Все, поскакали. Куда капитан? К Кастеру. КОНЕЦ Конец желтым волосам. КОНЕЦ Снимайте скальпы. КОНЕЦ Нет. Они погибли, как воины. Мы не скальпируем храбрецов. КОНЕЦ КОНЕЦ Смотрите, капитан. КОНЕЦ Индейцы празднуют победу. Они сами не знают, какой кошмар их ждет. Армия генерала Терри в одном дне езды верхом отсюда. Генерал Терри, донесение. Сэр, в чем дело? Сэр, отряды полковника Кастера полностью уничтожены. Это была настоящая резня. Отряды майора Рина тоже уничтожены. Где это случилось? Когда? Литтл Биг Хорн. Вчера. Назначьте заседание штаба. Накормите этих людей. Заседание штаба. Заседание штаба. Заседание штаба. Заседание штаба. Заседание штаба. Вожди. Белые придут снова. Наше сражение еще не закончено. Можно сказать, сидящий бык? Здесь мы сильны. Пусть приходят. Их солдаты для нас, что олени на охоте. Надо самим найти их. Я прошу слова. Как скажешь, сидящий бык? Посмотрим, что скажет лжевый язык. И только потом убьем. Сидящий бык. Большой белый вождь не знает об этой битве. Желтые волосы действовал сам. Почему я должен тебе верить? Даю тебе слово. Я знал их планы. Я видел приказы. Иначе я бы не пришел сюда по своей воле. Говори. Сегодняшняя победа ничего не значит. Завтра вы увидите здесь армию в 10 раз больше той, что разбили сегодня. Сюда едет великий генерал. На юг простирается сухая мертвая земля. Там, куда садится солнце, большие горы. Где восходит солнце, города белых. Куда идти моему народу? Есть только один способ избежать встречи с армией. Я покажу. Нет. Ты поведешь нас. Но если это ловушка, твоя смерть будет медленной. КОНЕЦ Вон они. Что ж, бледнолицый, ты сдержал свое слово и сказал правду. Тогда я попрощаюсь. Лучше оставайся здесь, Сэм. Это приказ, капитан? Приказ. А ты вернешься к своему народу? Да. Тебе ничего не будет за то, что ты сделал? Большой белый вождь меня поймет. Тогда езжай. Я никогда тебя не забуду, мой сын. Надеюсь, люди будут помнить Кастера. Вперед. Налево. 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 Кто вы? Капитан Периш, сэр. Что вы здесь делаете? Где индейцы? Ушли. Прошли сквозь ваши ряды ночью. Это невозможно. Я вел их. Я знал план нашей армии. Капитан, вы ранены? Надеюсь, это ранение затмило ваш рассудок. Арестовать его! Приказ адъютанта Джеймса Уорти расстрелять капитана Роберта Периша, признанного виновным в измене. Господин президент, разве предотвратить кровопролитие это измена? Моя юная леди, решение принял трибунал. Мне ничего не остается, как подписать приговор. Когда это произойдет? Приговоренному полагается 48 часов, чтобы уладить все свои дела. Я сожалею. Все бесполезно, Сэм. Его что, правда расстреляют? Сэм, он хочет, чтобы ты вернулся к индейцам, пока ничего не случилось. Знаете, что говорят индейцы, мисс? Они говорят, что белые стреляют только в индейцев, но они хотят застрелить и капитана Периша. Значит, они настолько ненавидят индейцев, что стреляют даже в их друзей. Индейцы больше никогда не будут сотрудничать с белыми. Сэм. Только один человек может помочь. Сидящий бык. Но у нас всего 48 часов. Поторопись, Сэм. О, Сэм. На, плечо. На, плечо. Отставить. Влево. На, плечо. Сэр. Шагом марш. Отряд, стой. На, право. На, право. Капитан Роберт Периш, вы признаны виновным в измене и приговорены к лишению звания и расстрелу по существующей традиции. Работа рано. Сэр. Спасибо. Помогу. Сэр. Лейтенант, приступайте. Лейтенант, приступайте. Не надо. Закурите. Покончим с этим. На изготовку. Отставить. Сидящий бык, сэр. С ним ваша дочь. Открыть ворота. Но, сэр, выполнять. В чем дело? Сидящий бык. Сидящий бык? Моя дочь привела его. Сидящий бык. Сидящий бык. Сидящий бык. Вождь Сидящий Бык, это мой отец, генерал Хоуэлл. Представляю вам президента Соединенных Штатов. Большой Белый Вождь, ты обещал совет. Говори, Сидящий Бык. Многие годы я пытался сохранить мир. Луна не зашла с тех пор, как мои и ваши люди пролили немало крови. Для меня нет радости в подобных воспоминаниях. Для меня тоже, Сидящий Бык, рад слышать. Тогда почему же вы хотите убить этого человека за измену? Он рисковал своей жизнью, чтобы принести всем нам мир. Рисковал, когда отвел мой народ на север, чтобы избежать кровопролития. На все времена индейцы будут помнить этого человека. Когда он уходил, я назвал его своим сыном. Я волновался за него. Помню его последние слова ко мне. «Большой Белый Вождь меня поймет», — сказал он. «Убей его, Белый Вождь, и ваша нация убьет настоящего патриота». А осознает это слишком поздно. Но оставьте его в живых. И индейцы, вместе с Белыми, снова смогут сесть за переговоры. За мир. За дружбу. На плечо. Катстович. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok